Инвалид Татьяна Куликова с сарказмом говорит, система ЖКХ заботится о пенсионерах и недееспособных. Вон какой зарядкой обеспечили. Преодоление полуобвалившейся лестницы и с пустыми руками дается непросто. Как жители второго этажа носят домой с колонки в воду, а централизованного снабжения здесь нет, представить сложно. Я заходила, с поликлиники я шла. Я хожу сейчас по больницам. У меня инвалидность, я ее сейчас подтверждаю. И я хожу почти каждый день. Вот здесь было две лестницы. Вон одна они убрали, вон выкинули. Потому что когда поднималась, она упала. И я вместе с ней. Но вот это вот у меня уже зажило. Жители возмущаются. Что тогда значит графа – текущее содержание дома в платежках? За два месяца специалисты из управляющей компании пришли лишь однажды, чтобы вбить в разваливающуюся деревянную конструкцию с десяток гвоздей. На последнюю заявку рабочие еще не отреагировали. Дело в том, что дом настолько сгнил, и к несущим конструкциям уже просто-напросто не зацепиться. То есть ее так подшаманили кое-как. Ну, заявка поступила вчера. Соответственно, значит, в ближайшие два-три дня там мастера, специалисты выйдут, они там еще ее подделывают. Чтобы не было несчастных случаев, надо просто людей переселять. Но дом уже все гнилой. Он в зиму уже не пойдет. Программа переселения, как считают жильцы, это и есть главный повод, по которому разваливающимся домом никто не занимается. Дата переезда людей в новые квартиры уже известна. Указана на информационной табличке. Декабрь 2014 года. Правда, никто не поручится, что до этого месяца в злополучном бараке не обвалятся, скажем, перекрытия. Дыры в крыше и потолке уже есть. Никита Потипалов, Арсений Вяторжик, Андрей Щербинин, телекомпания АСТВ.